Договор найма одно, а право собственности совсем другое. Желание получить такое право на квартиру и привело семью Тимохиных в суд. Почти 20 лет они пытаются приватизировать жилплощадь, которую Игорь Тимохин в 88-м году получил от завода как служебную. Но за выслугу лет ему пообещали, квартиру можно будет оформить в собственность. Но не тут-то было. В 2012 году выяснилось, полноправным владельцем пожарного депо и примыкающего к нему дома является предприятие. В плане приватизации, как я уже говорил, скрыли не только статус жилых помещений, но и наличие в них проживающих и зарегистрированных граждан. Также о том, что помещения не жилые, следует из акта оценки. Представитель Тимохиных в суде утверждает, оценка здания на Вайнера 6 была произведена без выезда. То есть в планах приватизации нигде не указано, что объект был осмотрен. Несмотря ни на что, ответчик уверяет, люди хотят присвоить себе то, что не может называться жильем. Земельный участник, расположенный на пожарное депо, не относится к жилищному фонду. На момент приватизации здание ВПЧ не относилось к жилищному фонду и не являлось объектом, относящихся к муниципальной собственности. Между тем, жители дома на Вайнера, а это более 10 семей, прописаны в доме. В квартирах сделан ремонт и люди оплачивают коммунальные услуги. У нас есть такое понятие балансодержателя. Если в селении граждан происходит согласие балансодержателя, оно является законом. Смейте отметить, что ранее все находилось в госсобственности. И распоряжение, пользование и владение имуществом было через балансодержателя, через завода, которого я обслуживала в организированная пожарная часть. Но все аргументы истцов оказываются бесполезными. Судебное разбирательство, которое длится больше трех месяцев, заканчивается не в пользу Тимохиных. Суд решил заявленные требования оставить без удовлетворения. Решение может быть обжалено в апелляционном порядке. Именно это и намерены сделать Тимохину в ближайшее время. И очень надеются, что в областном суде им все же удастся доказать право на свою жилплощадь.